Всем привет! Сегодня в видео поговорим, как на компьютере Apple установить Windows. Использовать мы будем стандартные программные обеспечения, которые идут с Macbook, Mac mini и iMac. Ничего скачивать из интернета не нужно. Использовать будем программу Bootcamp. Это программное обеспечение, которое позволяет устанавливать операционные системы от Microsoft. Переходим в Launchpad. Вкладка «Другие». И выбираем «Ассистент Bootcamp». Сейчас я немного подвину. Нажимаем кнопку «Продолжить». Нажимаем «Ок». Здесь мы выбираем, сколько мы пространства выделим для операционной системы Windows. Минимально это 42 гигабайта. Здесь нам нужно добавить файл ISO образа. Нажимаем «Выбрать». Я выбираю Windows 10, ISO образ, нажимаю «Открыть». Я выделил 42 гигабайта и ISO образ Windows 10. Нажимаю «Установить». Идет загрузка программного обеспечения. Установку я произвожу на Mac Mini 2018 года. Операционная система на нем установлена Monterey. Установка на устройство Apple после 2014 года будет не сильно различаться от данной инструкции. А на старое устройство Apple, например, 2008-2009 года, инструкция отличается существенно. Это тема для отдельного ролика. Загрузка подошла к концу. Компьютер перезагружается. И мы видим уже логотип Windows. Идет начало установки. Выбираем язык и регион, если это требуется. Нажимаем «Далее». У меня нет ключа продукта. Если у вас есть серийный номер, указываем его здесь. Выбираем версию операционной системы. Я выберу домашнюю. Нажимаю «Далее». Принимаем лицензионное соглашение. Нажимаем «Далее». И ждем, пока установка завершится. В принципе, это стандартные шаги установки Windows на любом устройстве. Если где-то на этом этапе вам нужно будет выбрать диск, на который будет производиться установка, обязательно выбирайте диск под названием «Буткэмп». Компьютер еще раз уходит на перезагрузку. Идет подготовка устройств и различных служб. В этом разделе нам нужно выбрать регион. Я нажимаю «Далее». Раскладку клавиатуры. Подключаемся к сети интернет или Wi-Fi. Подключение произведено. Нажимаем «Далее». Здесь нужно немножко подождать, пока устанавливаются важные обновления и дополнения. В этом моменте компьютер уходит на перезагрузку. Теперь нам нужно добавить свою учетную запись в Microsoft. Создаем ее или вводим уже существующую. Здесь мы создаем пин-код. Как его убрать при дальнейшем входе, такое видео есть на канале. Создаем пин-код. Нажимаем «Окей». Выбираем параметры конфиденциальности для этого устройства. Я убираю все галочки. Нажимаю «Принять». Здесь я ничего не выбираю, это ни на что не влияет. Нажимаю «Пропустить». Использовать Android я тоже не буду со своим компьютером. Нажимаю «Нет, спасибо». Мы попадаем на рабочий стол и видим установщик bootcamp. Здесь мы нажимаем «Далее». Нажимаем «Установить». Принимаем лицензионное соглашение. Нажимаем «Установить» и ждем, пока процесс установки завершится. Перезагружаем наш компьютер. После каждой перезагрузки или включения мы будем попадать именно в операционную систему Windows. Как переключаться я покажу немного позже. Вводим наш пин-код, который мы задавали ранее. Загружаемся в операционную систему. Нажимаем «Пуск». Выбираем «Apple Software Update». Проверяется наличие обновлений. Обновления найдены. Давайте их установим. Нажимаем «Установить». Нажимаем «Да». И ждем, пока процесс установки завершится. Загрузка завершена. Нажимаем «Да», чтобы перезагрузить наш компьютер. И все установленные обновления применились. Система загрузилась. Вводим наш пин-код. И попадаем на рабочий стол Windows. Система полностью готова к работе. Все драйвера и обновления установлены. Чтобы загрузиться в macOS, мы зажимаем кнопку «Альт» и нажимаем кнопку «Перезагрузить». Удерживаем клавишу «Альт». Компьютер перезагружается. Кнопку «Альт» можно отпустить. И мы видим, что мы можем выбирать систему Windows или macOS. Я выбираю macOS. У меня подписан он как SSD диск. Происходит загрузка системы. Система загружена. И мы попадаем в macOS. Если операционная система Windows нам больше не нужна, переходим в лаунчпад. Ассистент. Буткам. Нажимаем «Продолжить». Видим предупреждение, что том Windows будет уничтожен и все данные будут стерты. Нажимаем «Восстановить». Вводим пароль администратора. Нажимаем «Ок». После удаления ваш компьютер перезагрузится. Это краткая инструкция, как установить Windows на машины Mac. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч.